Лия Стефи, Орлеан Моя душа будет сиять до тех пор, пока твои пальцы перебирают струны. Часть первая. Начало конца. На всю палату раздался оглушающий крик младенца. Он сделал первый глоток воздуха и всем телом ощутил жизнь. Эта девочка с тёплой улыбкой произнёс акушер, принимающий роды. На лице мужчины, который держал за руку только что родившую жену, проступили слёзы. «Её-то мы и ждали», — ответил он. «Ария. Её буду звать Ария». Кругом звучали сирены машин, скорой помощи и полиция. Люди столпились вокруг девушки, из живота которой, пульсирующей струёй, выстреливала кровь. «Что здесь? Что здесь происходит?» — раздался крик молодого человека. Он растолкал людей и, когда, наконец, добрался до цели, пришёл в ужас от увиденного. Его невеста лежала на асфальте. Вокруг неё образовалась уже достаточно большая лужа алой крови. Девушка была без сознания, но признаки жизни ещё подавала. «Ария!» — выкрикнул парень и упал рядом с ней. Из его глаз покатились слёзы. «Господи, Ария!» «Сара! Сара! Быстрей сюда!» В комнату забежала невероятно красивая девушка с золотистыми волосами и серыми, как асфальт, глазами. «Что такое? Что ты с Арией?» Юноша держал десятимесячную малышку за крохотную ручку, а потом отпустил, и она пошла к маме. Сара присела на корточке и с широкой улыбкой наблюдала за дочерью, пока та делала неуверенные шажочки к ней. «Солнышко моё, давай, ловлю тебя!» Она расправила руки и, когда девочка дошла до мамы, подхватила её и крепко обняла. «Молодец, Ария!» Русоволосый молодой человек радостно подошёл к ним. Малышка громко рассмеялась, посмотрела в зелёные глаза отца и потянула к нему крохотные ручки. Девушку погрузили в скорую помощь. «Я еду с вами!» Жених попытался пробраться в машину, но его остановил доктор. «Кем вы ей приходитесь? И как вас зовут?» «Меня зовут Энза. Мы помолвлены. С Арией». Как-то невнятно пробурчал он, параллельно наблюдая, как его невесте оказывают помощь бригады врачей. «Хорошо. Можете быть сопровождающим. У девушки есть родители». «Да. Они живут в соседнем городе. Я сообщу им о произошедшем». Дорогие выпускники, мы рады сообщить вам, что церемония вручения аттестатов начинается. Мы гордимся вами и, скрипя душу, отпускаем вас во взрослую жизнь, где, как мы надеемся, вы станете ещё более достойными и успешными людьми. «А начать бы хотелось с человека, являющегося гордостью нашей школы. Наша единственная ученица, получившая высший балл по всем предметам и экзаменам. «Победительница множества конкурсов. Ария Сан-Джон, просим вас выйти на сцену!» — прозвучал громкий голос директора. Зал наполнился аплодисментами. Красивая девушка в персиковом платье встала со своего места широкой улыбкой на лице. Её длинные светло-русые локоны элегантно спадали вдоль спины. Вместе с ней встали родители, на глазах которых выступали слёзы и радости. Они обняли дочь, и она с гордостью направилась к сцене. «Нет пульса на артерии! Клиническая смерть! Начали реанимацию!» — быстро проговорил главный доктор, и его помощник потянулся к груди девушки для того, чтобы начать делать сердечно-лёгочную реанимацию. «Какая ещё клиническая смерть?» — жених Арии округлил глаза. «Смотря на быстрые и чёткие действия докторов. Молодой человек, спокойно!» Внутри Энзе всё затряслось. Голову окутал полнейший туман. Сидя на берегу моря, молодые люди смотрели на звёзды и говорили друг другу о своих мечтах. «Я всегда хотела, чтобы родители гордились мной. Всё делала ради них. И всегда буду делать. Только теперь хочу думать и о своём счастье. Мне всего двадцать один. То самое время, когда пора определиться, понимаешь?» «Знаешь, я тоже думаю, что пора». Негромко вырвалась из уст Энза. Ария посмотрела на него, слегка нахмурившись. «Ты о чём?» Он поднялся с песка и подал ей руку. «Что ты задумал?» Девушка неторопливо встала, глядя ему в глаза. Парень усмехнулся, перевёл дух, а потом достал из кармана коробочку и присел на одно колено. «Ария Сан-Джон». «О, Господи!» Глаза заколола. «Ты не...» «Сразу откажешься, даже не дав мне договорить?» Рассмеялся парень. Девушка прикрыла ладонями рот и ошеломлённо посмотрела Энза прямо в глаза. «Ария, ты готова стать моей женой?» Внутри всё затряслось с такой силой, будто планета содрогнулась от подземных толчков. «Энза, конечно!» Он широко улыбнулся, выпрямился, а Ария кинулась ему на шею и крепко обняла, не веря в происходящее. «Электроды наложены, монитор подключён. Стоп! Оценка ритма. Продолжаем массаж!» Протараторил доктор. «Дефибрилляция 120 джоулей. Разряд!» Энза сидела, взявшись за голову, смотря на невесту всю в крови. В его мыслях крутилось множество прекрасных воспоминаний, и только сейчас он понял, как много ещё не успел сказать и сделать. «Прошло 10-15 минут. Врачи упорно боролись за жизнь Арии. Молодой человек, помутневшими глазами, наблюдал за происходящим и молился, чтобы высшие силы оказались нисходительны к девушке, которая являла собой яркий свет. Глава первая. Добро пожаловать. Большие снежинки белым ковром падали серых облаков, невероятно красивых и совершенно недосягаемых. Они тонким слоем ложились на замёрзшее, но прозрачное озеро. Настолько прозрачное, что складывалось ощущение, будто бы ты паришь в воздухе. Озеро окружали голубые ели, припорошённые снегом. В центре чарующего пейзажа находилась девушка, лежащая на льду без сознания. Её тело было облачено в белоснежную одежду, а по красивому лицу плавали полосы солнечного света. Она приоткрыла веки и посмотрела вверх. Она всё ещё не шевелилась, так и лежала на ледяной поверхности. Неожиданно над ней нависла голова молодого человека, который как-то глупо, но очень искренне заулыбался. «И долго ты тут будешь лежать?» — поинтересовался он. Девушка испуганно подскочила на ноги, правда, тут же поскользнулась. Незнакомец ловко подхватил её за локоть, и она уставилась в его салатовые глаза, которые на фоне бледно-веснущатого лица выглядели ненастоящими, сказочными. И без того необычный образ дополняли густые, тёмно-рыжие волосы, небрежно зачесанные наверх. «Спасибо», — сухо бросила она и поспешила высвободиться из рук загадочного парня. Сероглазая принялась нервно оглядывать местность, не понимая, что происходит. «Что это за одежда? Где я? И кто ты вообще такой?» «Ого! Так ты у нас только прибыла, значит!» Юноша с иронией посмотрел на новую знакомую и вздохнул. Её сердце застучало так быстро, что стало трудно дышать. «Прибыла?» «Меня зовут Тит». «Но куда я прибыла? Меня кто-то похитил?» «Нет, конечно», — Тит звонко засмеялся. «Всё не так плохо. Не переживай. Ты всего лишь умерла. «А тебя как зовут?» Девушка посмотрела на парня, как на сумасшедшего, и, натянута, улыбнувшись, ответила. «Ария». Она протянула незнакомцу руку, поражаясь, каких же идиотов носит земля. «О, красивое имя. Рад знакомству. Удивительно, что ты так спокойно отреагировала на новость о своей смерти. Обычно тут разгораются такие истерики. Хоть один нормальный человек попался». Тит пожал Арии ладонь, и она рывком потянула его на себя, со всей силы ударила в горло, а потом в пах, после чего парень издал жалкий стон и повалился на землю. Воспользовавшись моментом, Ария, что есть мочи, побежала, куда глаза глядят. «Но я сказал тебе правду!» Сдавленно выкрикнул Тит ей вслед. Вот только Ария не собиралась останавливаться и верить в эту бессмыслицу. Она бежала, не оглядываясь, не позволяя себе даже думать о том, что случилось. «Главное — оказаться как можно дальше от этого психа. Умерла! Чего только не придумаю, сумасшедшая!» Наконец-то она выбралась из Еловой чаща, и перед ней оказалась широкая дорога, а за ней — город удивительной красоты. Девушка недоуменно застыла, изучая высокие черные и белые дома, оформленные в каком-то архитектурном стиле, которого прежде она никогда не видела. По проспекту торопливо шли люди. Все молчаливые, в своих мыслях. Кто в темной одежде, кто в светлой. В основном в светлой. Ария села на лавочку и схватилась за голову, пытаясь осознать происходящее. Но каково же было ее удивление, когда она поняла, что не помнит ничего, кроме имени. Полнейшая пустота. От страха навернулись слезы. Ария вновь выпрямилась, огляделась и в ужасе округлила глаза, совершенно не понимая, кто она, где находится и что это за таинственный город. «Постойте! Подождите!» — выкрикнула она и побежала к первой встречной женщине. «Я потеряла память. Мне нужна помощь!» «Извините, я очень опаздываю!» — коротко ответила незнакомка и поторопилась уйти. «Да что же за люди такие безразличные?» Слезы продолжали катиться по щекам. Ария не понимала, что делать. «Простите! Постойте!» Девушка в отчаянии схватилась за плечо молодого человека, облаченного в черную одежду. Но тот раздраженно оттолкнул ее от себя и рявкнул. «Руки убери!» «Да что с вами со всеми?» Ария снова пошла, куда глаза глядят, и неожиданно на противоположной стороне дороги увидела большое кафе, заполненное людьми. Она сглотнула подступивший горлуком и побежала туда. Открыв дверь, она остановилась посреди холла и прокричала «Кто-нибудь может меня выслушать?» Посетители одновременно уставились на нее, и в заведении повисло молчание. Я потеряла память. Не понимаю, кто я, где нахожусь, где моя семья. Мне страшно. Слезы обжигали кожу. «Помогите, пожалуйста! Мне нужно обратиться в полицию или в любое другое место, где мне помогут найти родственников». Внезапно в помещение вошел Тит. «Вот ты где!» Девушка резко обернулась и прорычала. «Нет, не подходи ко мне! Только попробуй приблизиться!» Она схватила со стола нож и пригрозила им незнакомцу, как вдруг по кафе тут и там раздались мешки. По спине девушки пробежали мурашки. «Что не так с этими людьми?» В отличие от окружающих, Тит не смеялся. С полной серьезностью он пошел в ее сторону. «Я воткну его в тебя, слышишь? Не приближайся!» Он ускорил шаг и подошел к ней почти вплотную. В этот момент девушка закрыла глаза и решительно вонзила нож в живот своего нового знакомого. Парень издал еле слышный, булькающий звук и согнулся. Внутри Арии все затряслось. Она открыла глаза и увидела, что наделала. «О, Господи, нет! Я не хотела, Боже мой! Прости меня!» Она обхватила парня, чтобы он не падал. «Врач! Нужен срочно врач! Господи!» Тит с легкостью выпрямился и быстрым движением достал нож из себя. «Больше так не делай!» Он слегка улыбнулся и приподнял окровавленную рубашку. Там не было ни царапины. Ни царапины! Девушка еще больше выпучила и без того большие глаза. «Но... Меня нельзя ранить или убить. Я уже мертв. Собственно говоря, как и ты». Неожиданно запястье Арии обожгло болью. Она подняла руку и увидела, как на тыльной стороне ладони прямо на глазах образовывается белый узор. «Поздравляю! Ты сделала первый верный шаг. Продолжай в том же духе и, возможно, попадешь туда, куда нужно. А может, я вообще сплю?» Тихо пробормотала девушка, анализируя в голове все то, что сейчас случилось. «Он не врет!» Послышался женский голос, а после стук каблуков. К Арии подошла девушка с идеально белыми волосами. От таких людей сложно оторвать глаз. Настолько они красивы и очаровательны. Незнакомка несколько секунд сверлила Арию изумрудными глазами, а потом по-доброму улыбнулась. Когда мне сказали правду, я отреагировала куда хуже. Несколько раз пыталась свести счеты с жизнью, пока не осознала, что счеты давно сведены. Мы не на земле. Мы там, где фраза про второй шанс приобретает новый смысл. «Добро пожаловать в Орлеан!» добавил Тит, в упор, смотря на Арию. Глава вторая «Не позволяй тушить свет» Ария около часа сидела на бордюре возле центральной дороги. Улицы накрыла темная пелена, и город, как по щелчку пальцев, осветили огни разного цвета. Складывалось ощущение, что в Орлеане царит вечное Рождество. Тит стоял, облокотившись о стену кафе и наблюдал за Арией, выпуская сигаретный дым. Откинув окурок в сторону, он с тяжестью вздохнул и побрел к девушке. «Можно присяду?» «Этот бордюр не моя собственность. Зачем спрашиваешь?» ответила Ари, отстраненно смотря на пустую трассу. На лице парня заиграла ухмылка. Он лениво присел и начал бесцеремонно вглядываться в профиль девушки. Только сейчас Тит изучил ее более подробно. Она обладала красивой, но весьма необычной внешностью. Острый подбородок, миндалевидные глаза с лисьими ресничками, густые брови и нос с небольшой горбинкой, который совершенно ее не портил. Ария поджала слегка пухлые губы и перевела взгляд на Тита. «Что на моей руке?» Тит краем глаза глянул на белоснежный узор. Внезапно он снял с себя бежевую куртку, засучил рука в белой рубашке и Ария увидела точно такой же узор. Только он был разы больше, протекал даже выше локтя. Такое есть у каждого жителя Орлеана. Различия лишь в размере и цвете. Чисто черный или чисто белый. Бывает и черно-белый. Ария нахмурилась, ничего не понимая. «Как мне кажется, ты уже почти поверила в собственную смерть, поэтому все то, что я скажу дальше, должна воспринять адекватно. Больше не считаешь меня маньяком?» Парень весело улыбнулся, и девушка непроизвольно улыбнулась ему в ответ. Вот так вот, неожиданно, этот незнакомец впервые вызвал у нее доверие. Внезапно послышался знакомый стук каблуков. И из-за угла вышла та самая роскошная блондинка, которую Ария уже успела увидеть в кафе. «О, вы еще здесь! Холодно же, пойдемте домой!» Незнакомка держала два пакета с продуктами. «Бог мой, надо было позвонить мне, чего тяжести таскаешь?» Тит подскочил и с легкостью взял пакеты в одну руку. «Да тут идти пару минут, не сломаюсь». Она с полуулыбкой посмотрела на парня, а потом перевела взгляд на Арию, которая продолжала сидеть на дороге. «Надеюсь, ты пригласил ее к нам». «Ах, да!» воскликнул Тит. «Чтобы ты не мучилась поиском дома, предлагаю жить у меня. Как смотришь на это?» «Ты вроде бы человек хороший, да и начальный узор на руке говорит о многом. Так что от всей души приглашаю. Мы будем рады твоему присутствию вместе веселее». Ари встала и с интересом посмотрела на молодых людей. «Вы встречаетесь?» «Нет, конечно же. Мы дружим целую вечность». В глазах блондинки мелькнуло разочарование после слов Тита, но она быстро это скрыла и счастливо улыбаясь протянула Ари руку. «Меня зовут Мэри Белль. Можно просто Мэри. Я тоже не против, если ты будешь жить с нами. Мы все тебе расскажем и покажем». Мэри Белль. Продолжение следует...